В постройке моста у нового рынка важен не только сам процесс, но и материалы, конкретно плиты. Их качество и количество проверили подрядчик и представители администрации города во время выездного совещания на один из алтайских заводов. На предприятии для путепровода изготавливают плиты, которые будут укладываться поверх металлических балок на самом большом пролете. Его монтаж заканчивается на этой неделе. Мы выпускаем железобетонные изделия, это мостовые балки, лежни, мостовые плиты, плиты перехода. Они используются для того, чтобы создать конструкцию, конструктив мостового перехода. Вера и правда будут служить как минимум 100 лет. Всего для пролета между третьей и четвертой опорой необходимо 90 плит. Большая часть из них уже изготовлена двумя заводами. И до середины сентября вся продукция будет уже на строительной площадке. Параллельно ведется изготовление 140 переходных плит для сопряжения моста с подходами. Их делают сразу на трех предприятиях. Есть и задумка по использованию специальной продукции для трамвайных путей, которую выпускает завод. У нас изначально проектом была предусмотрена железобетонная плита, достаточно объемная по размерам и по толщине. И от именно службы эксплуатации Горелектротранса поступило предложение поменять это конструктивное решение. Потому что в дальнейшем для любых ремонтных работ по верхнему строению пути им бы приходилось только с грузоподъемными механизмами работать. Сейчас подрядчик ждет проектного решения, чтобы возможно сразу сделать новый заказ. Плитками, шерельсами будет по типу тротуарный. Мы идею почерпнули в мировой практике, оборудование заказали из Китая, увидели в стране, как это реализовано. И придумали более современный подход технологичный, который позволит без повреждения дорожного полотна ремонтопригодность обеспечить. Сейчас все работы на мосту идут по графику. Уже на следующей неделе рабочие начнут подготовку к устройству нижнего слоя асфальта на подъезде со стороны дома быта. Данил Кузнецов, День с толком. День с толком. Продолжение следует...